Всем доброго времени суток, друзья! И сегодня будет расклад индивидуальный. Это расклад для Ольги, которая хочет узнать о личной жизни задуманного мужчины. То есть, что происходит в его личной жизни. Свободен он, не свободен. Может быть, он женат. Может быть, он живет с девушкой. Вот все эти вопросы мы сегодня постараемся осветить в данном раскладе. Этот расклад может являться примером для тех, кто хочет заказать для себя подобный расклад. И все мои контакты в текстовом описании данного видео для того, чтобы вы могли заказать подобный или какой-то другой расклад для себя. И первое, что мы смотрим, это сама суть его личной жизни. То есть, что происходит основное в личной жизни, что является сигнификатором в данном случае в связи с вот этим вот мужчиной. Что он держит в тайне по поводу своей личной жизни и что у него при этом лежит на сердце. Но здесь мы можем сказать, что это своеобразный расклад, который я называю симбиозом Кельтского креста и расклада на обычных гадальных картах. И он как раз таки вот в плане определения личной жизни достаточно эффективен. И мне нравится именно им просматривать. Это для торологов, если они смотрят, согласны вы или не согласны вот с такой вариацией. Например, понравилось или нет, тоже можете писать. Следующие карты будут говорить о том, что происходило буквально недавно. То есть, в ближайшие две недели в прошлом в его личной жизни. И что в последние полгода. Что он сейчас думает, скажем так, вот каковы его думы о личной жизни. Что сейчас, вот именно в настоящий момент, в настоящее время. То есть, ну вот в этот день, завтра, вчера. То есть, буквально вот эти три-четыре дня, что происходит в его жизни. Что будет происходить в ближайшие две недели, в ближайшее будущее. И следующие моменты, которые мы просматриваем, это перспективы на его ближайшее полугодичное будущее. То есть, ближайшее перешагиваем, и затем мы смотрим полгода. Следующий вопрос, это что он сам думает по сути о своей личной жизни на сегодняшний день. Какой он ее видит. Какой видят его личную жизнь друзья, родственники. Каковы его главные страхи в личной жизни. И итог для него, то есть, суть в течение ближайших полугода. Это карта, которая не дублирует вот эту позицию. Это карта, которая говорит о том, что по сути действительно может происходить. А это только перспективы. Ну и соответственно, мы сейчас выложим еще одну карту, которая будет говорить о вашей роли в его личной жизни в течение ближайших шести месяцев. Ну и первое, с чего мы начинаем, это собственно сама личная жизнь, ее сигнификатор. Ну и здесь мы видим, что человек не свободен. Но тем не менее, мы видим, что он состоит в данный момент в формате любовного треугольника. Уж кто кому изменяет, он изменяет или ему изменяют, это другой вопрос. И следующие карты будут нам помогать на него держать ответ. Ну мы видим, что как минимум у него есть отношения с женщиной, с женщиной несвободной в данной ситуации. Ну и что он транслирует миру? Миру он транслирует свою эмоциональность, свою открытость, свои, скажем так, вот здесь вот моменты, которые касаются стремления к прибыли, к деньгам, к путешествиям. То есть свою активную позицию. То есть иными словами, в известной соцсети мы, наверное, могли бы поставить, несмотря на отношения, которые имеются в формате любовного треугольника, нахожусь в активном поиске. Вот так вот можно было бы обозначить. И он об этом, в принципе, может достаточно честно говорить. И более того, та женщина, с которой вот у него отношения выпадают в формате любовного треугольника, это может быть его либо бывшая жена, либо женщина, с которой ранее были серьезные отношения. Мы видим, что по сути сейчас, на сегодняшний день, ему не изменяют, изменяет он. То есть могут быть отношения с той женщиной, с которой он уже расстался. И в данном случае мы видим позицию, которая говорит о том, что у данного молодого человека есть отношения, те, которые уже прервались, но они как бы, вот знаете, называется «затем будем дружить организмами», после того, как мы расстались. То есть есть у него отношения с его бывшей женщиной, но он их не считает основными. То есть здесь мы видим, что у них могут быть периодические встречи, могут быть свидания, могут быть сексуальные отношения, но при этом у него есть и другая женщина, но вот не факт, что она свободна. Мы видим у него в течение последних полугода ситуацию, когда он жил вместе с женщиной. И более того, мы можем даже видеть, что по сути человек имел очень серьезные планы. И либо он был женат, либо он планировал серьезные отношения, но в данном случае на сегодняшний день мы видим его состояние как одиночества, несмотря на то, что вокруг него, вот видите, все-таки есть женщины кружат, и определенную неудовлетворенность. То есть это не идеал той личной жизни, которую бы ему хотелось иметь. Он думает о каком-то свидании. Иными словами, мы можем сделать вывод, что скорее всего он ни с кем сейчас не живет, а встречается с двумя женщинами. И мы видим, что он отправляется на тайное свидание. Потому что вот та девушка, с которой он встречается, вполне возможно замужем. Сейчас, когда мы подойдем к концу расклада, нам легче будет что-то воспринимать, информацию, потому что сейчас она идет урывками, из которых затем будет складываться единое целое. На сегодняшний день ему скучно, поэтому он ищет определенного развлечения. И он, мы видим, что пытается все-таки устраивать себе свидание, на которые ходит тайна. Но при этом и его девушка, с которой он встречается, в данном случае не свободна. На ближайшие две недели его ожидают отношения в формате любовного треугольника. И мы видим, что он не считает себя женатым человеком, по сути, на сегодняшний день. Что у него есть серьезное отношение в прошлом, но при этом он ищет отношения в будущем, новые отношения. И не привязан к тому, что происходило в его жизни до этого. На ближайшие полгода у него, вы знаете, честно говоря, слабые достаточно перспективы найти именно умиротворенности, какой-то идеал, вот успокоиться в личной жизни и понять, что он получил то, чего он так долго хотел. Первое, что мы смотрим, это его собственный взгляд на свою личную жизнь. Но сейчас он себя позиционирует как победитель, как завоеватель, как мужчина, который самоутверждается, как мужчина, которому нравится, нравится женщина. И вы знаете, есть изрядная доля нарциссизма в этом человеке и самолюбование, когда действительно он видит в себе такой вот ценный боевой трофей, за который будут бороться женщины. То есть, ну вот такой своеобразный, да, мальчик-нарцисс, который действительно наслаждается своей, скажем так, внешностью, своим, тем впечатлением, которое он производит на женщин. И женщинам он нравится. В принципе, да, мы можем сказать, что он думает правильно, действительно, женщинам он симпатичен. И действительно к нему могут проявлять внимание. Его друзья что считают? Ну, его друзья считают, что он, ну, выразимся грубо так, что он мужик, что он может себе позволить вести себя в личной жизни так, как он хочет. Но единственное, конечно, они говорят ему о том, что он много времени уделяет и переживаниям по поводу финансового аспекта жизни. То есть, для него, по сути, деньги сейчас это все. И ближайшие полгода, у него полгода, 8 месяцев, есть какие-то планы, которые касаются финансовой сферы. И, по всей видимости, вот эти достижения, которые им планируются, они и будут каким-то образом влиять на дальнейшее выстраивание его личной жизни. Его родственники считают, что, ну, вот тоже не видят его, знаете, в таких очень серьезных отношениях. Они считают, что он много тратит на финансовую помощь, много тратит на свою личную жизнь и любовные треугольники. Что, другими словами, они могут говорить, что ты ссоришь деньгами налево и направо, что ты такой своеобразный Казанова, и ты вот те деньги, которые мог бы потратить с пользой, растрачиваешь не совсем на то, на что нужно было бы, ну, вот здесь, скажем так, по мнению родственников, по мнению близких людей, это потратить. И мы смотрим, в том числе, и на его страхи. Вы знаете, он боится серьезных отношений, и он боится создания полноценной семьи. Он боится совместного проживания с женщиной и чистых вот таких каких-то идеальных любовных отношений, которые, ну, можно было бы назвать отношениями Ромео и Джульетта в лучшие периоды их общения друг с другом. Его пугает сейчас вот именно какая-то чистая любовь, что ее нужно будет сохранять, что нужно будет работать над этим и как-то вот, знаете, фиксировать вот эти чувства и не давать им растратиться. Поэтому с его стороны здесь мы видим, конечно, определенные страхи и переживания. То есть он боится создания семьи, он боится на сегодняшний день, потому что страхи явные отношений. И по сути мы посмотрим, что через полгода может быть для него. Но через полгода для него вполне перспективно несколько остепенится. То есть сейчас такое впечатление, что вот эти вот события, которые проигрывались приблизительно около полугода назад в его жизни, когда у него была женщина, с которой, скорее всего, либо он имел планы строить семью, имел планы жениться, либо с которой он жил уже на тот момент. Вот с их отношениями что-то случилось. Но мы смотрим именно его личную жизнь, поэтому мы смотрим не конкретно отношения вот этой пары. Мы вообще смотрим, что вокруг него есть, кто может быть, что происходит. И здесь мы видим карты, которые говорят о том, что вот эта женщина и отношения с ним заставили его почувствовать себя одиноким при происходящих событиях. Поэтому мы вот еще посмотрим, свободна ли та женщина, с которой он встречается. Нет, женщина замужем на сегодняшний день, поэтому могут выходить настолько активно карты любовного треугольника. Та женщина, которая замужем и встречается с ним, изменяет ли он ей? Но вы знаете, при случае он не упускает такой возможности. И да, у него уже были измены по поводу вот той дамы, с которой он встречается сейчас. То есть сейчас он допускает для себя какие-то несерьезные отношения, форматы любовных треугольников, какие-то, может быть, недолгие связи. И здесь мы видим, что с течением времени, через полгода у него немножечко нормализуется вот это восприятие личной жизни, переживания уйдут немножечко на задний план. Чуть-чуть сместится, скажем так, его желание манипулировать, но оно будет еще сохраняться. Однако он в результате манипуляций через полгода уже будет бояться достаточно серьезных конфликтов. В случае, если, ну скажем так, его какая-то нечестность в отношениях будет обнаруживаться. При этом мы видим, что у него могут быть глобальные изменения. И вот в тех тайных отношениях, в которых женщина замужем, с которой он общается, в течение полугода может наступить разрыв. То есть, скорее всего, они будут в ближайшие 6 месяцев окончены. Но здесь мы видим еще одну интересную карту. То есть, что для вас может быть вот в отношениях с ним, каковы для вас перспективы на ближайшие полгода. И тут мы видим карту, которая говорит о том, что может быть яркое знакомство, могут быть какие-то действительно инициативы с его стороны. Но в течение времени от 4 недель ближайших до 4 месяцев вряд ли он эту инициативу будет проявлять, если вы сами к нему не подойдете. К вопросу о том, кто должен, кто не должен подходить первый, я не считаю существенным вообще этот вопрос. Потому что, ну знаете, в каждом случае все индивидуально. Кто-то из мужчин считает, что женщина вообще не должна проявлять инициативы. Она должна просто сидеть и ждать, когда на нее мужчина обратит внимание и начнет ухаживать. Кто-то из мужчин наоборот говорит о том, что ну а что я все время ухаживаю, пусть сама подойдет. То есть, в данном смысле мы не можем судить однозначно. И если вы, например, считаете, как хозяйка расклада, что не очень хорошо женщине первой подходить и знакомиться, это ваше право. И вы имеете право именно таким образом поступать. Просто в этом случае карты говорят о том, что в срок от 4 недель до 4 месяцев вряд ли с его стороны вы увидите какую-то активную инициативу в ваш адрес. Поэтому, ну вот здесь вот решать только вам, как себя вести в данном случае, как это ощущать, как это переживать. И вы имеете право и на инициативу, и на то, чтобы эту инициативу не проявлять. Если вы проявите инициативу, то карты говорят о том, что с такого, знаете, глобального ускорения в отношениях это не придаст. То есть, это никак не ускорит развитие отношений между вами в данном случае. Поэтому в данном случае, скорее с вашей стороны, более, это уже бонусом я смотрю, более важна ваша стабильность в ответе на его какие-то инициативы. То есть, если сегодня вы его не заметили, когда он поздоровался, а завтра вдруг заметили, то он подумает, что, ну, наверное, я ее не интересую. То есть, ему нужна определенная стабильность, определенное выстраивание отношений. И если он будет проявлять инициативу к вам, то вы всегда должны быть женственны и всегда оптимистично, гостеприимно, скажем так, его воспринимать в своем обществе. Но мы видим, что сейчас человек находится на распутье, что сейчас это мужчина с тяжелой, достаточно такой вот раной, после разводной или после расставания. При этом карты официального развода мы не видим в данном случае. Мы видим, что это просто человек, потерявший серьезные отношения, но даже если там был официальный брак, то развод еще не свершился в данном случае. Однако уже общение и совместное проживание прервано, и человек живет своей жизнью. Человек, может быть, пытается сейчас мстить, заводить новые романы. То есть на сегодняшний день это нестабильный мужчина, который, ну их называют, вот знаете, людей в таком периоде, человек больной. Когда ему действительно, он переживает, когда у него есть определенная боль по поводу того, что случилось. И он не может адекватно строить отношения, адекватно мыслить в данной ситуации. Поэтому в зависимости от того, каких отношений вы хотите с ним в перспективе, в данном случае, вы можете уже, соответственно, как взрослый человек оценивать, к чему приведут отношения вот с таким человеком. Но при этом решать только вам, пытаться их устраивать, пытаться их затевать или не пытаться. Я хочу всем пожелать удачи. Для тех, кто хочет заказать для себя личный расклад, еще раз напомню, что вы можете писать мне в личку все мои контакты в текстовом описании данного видео. Ну и, конечно, хозяйке расклада, я желаю принять самое благое для себя решение, которое в дальнейшем сыграет только вам на пользу. Но каким оно будет, вправе решать только вы, а не кто-то за вас. Я желаю всем удачи, до встречи, до свидания.